Как сохранить здоровье при этом сумасшедшем ритме, когда не хватает времени на сон, правильное полноценное питание, регулярные медицинские осмотры и намногое другое, что необходимо, чтобы не болеть. Что же нужно делать, чтобы сохранить здоровье? Правильно питаться, потребляя побольше витаминов, спать по 8 часов, не переутомляться, ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься спортом, пить много воды, проходить профилактические медицинские осмотры и вовремя обращаться к доктору, если что-то беспокоит. Смотрите тележурналы «Здоровье, образование и красоте. Здоровая семья». Это сегодня офтальмолог Суимкан Джалилова признана одним из лучших специалистов страны. Но путь к успеху был приправлен усилием воли и уверенным постижением специализации. Суимкан с детства мечтала приносить пользу людям. Важно, что сегодня она не просто офтальмолог, но и околопластик, хирург, успешно проводящий операции по облефоропластике верхних и нижних век. Лечение катаракты, коррекции зрения, глаукомы, сетчатки глаза, косоглазия – причины и лечения у детей и взрослых. Это и многое другое, с чем связана деятельность Суимкан. Ну, я в течение двух недель уже плохо вижу. Получается, на расстоянии пяти метров, когда маршрутка есть, я даже не вижу, что там написаны буквы. Только большие буквы вижу, а мелкие уже не могу читать. У окулиста Суимкан Джалиловой вы можете пройти не только полное обследование глаз и получить консультацию, но и обрести красивый европейский разрез глаз, что в целом облегчает для многих путь к красоте. За ее хрупкими плечами более пятиста операций по формированию Евровек. Я давно мечтала заботиться о здоровье окружающих, и эта мечта у меня сбылась. У меня работа очень интересная, потому что зрение для человека играет очень важную роль. Пациенты, консультации, операции и послеоперационные результаты. Блефарапайска в данное время самая востребованная операция. Сотни женщин и мужчин после операции избавляются от своих комплексов, и после операции они получают, можно сказать, моральное удовольствие. Это самая актуальная на сегодняшний день операция, и сотни женщин и мужчин избавляют себя от комплекса, возраста, либо, по рекомендации, ликвидируют врожденное нависание. История этой пациентки прозаична. С детства мечтала о красивом разрезе глаз, и решилась на этот шаг только к 20 годам. Операция прошла успешно, пациентка себя чувствует отлично. Я уверена, что через несколько дней пациентка на этот красивый мир будет смотреть своим красивым европейским разрезом глаз. Я уже вижу результат. Безграничная довольна. Обратиться к Суимкан Джалилове можно в клинику Аюгрант по номеру 0556 443 392. Генеральный партнер тележурнала «Здоровая семья» студия косметологии «Назиры». На сегодняшний день следить за красотой – это не роскошь, а необходимость. Каждая женщина должна знать, что можно остановить время. При наличии огромного количества препаратов от разных производителей это сделать легко и получить мгновенные результаты. С помощью контурной пластики можно заполнить носогубные складки, смоделировать скулы, подбородок, увеличить объем губ, заполнить носослезные борозды. В косметологии контурная пластика делится на два вида. Бывают препараты постоянные и временные. Постоянный состоит из гиалуроновой кислоты и гранул биополимера или коллагена. Со временем гиалуроновая кислота рассасывается, а вокруг гранул образуется соединительная ткань, которая выполняет функцию объема. Временность состоит исключительно из гиалуроновой кислоты, которая в течение года рассасывается и не вызывает никаких осложнений. За любыми косметологическими процедурами приходите к нам в салон студии косметологии «Назиры». Быть красивыми во все времена – задача номер один. Сохраняя молодость при новейших технологиях с косметологом Назирой Каргаваевой. В студии косметологии «Назиры». ВФА, восьмой этаж, 802 кабинет. Клиника «Дентал плюс» сегодня известна не только гражданам Кыргызстана, но и представителям зарубежья, которые специально и точечно делают свой выверенный выбор в стоматологии и останавливают именно на «Дентал плюс». Я рад, что несколько лет назад узнал эту клинику, где качество и цены соответствуют. Сегодня я, мои родные и близкие удовлетворены высочайшим качеством. И есть и иностранцы, которые специально прилетают, чтобы лечить зубы именно здесь. Нас устраивает все – профессионализм и цены. Клиника «Назиры» очень приятные. Также их третий, я думаю, это хорошо. И цены также очень удобны. Я действительно люблю это. Я желаю им все лучше. Как важно, что консолидация сил профессионалов своего дела – Пархада, Сардора и Мирзахида, решивших создать высокотехнологичный центр стоматологии, где имплантация, отбеливание, лечение всех видов стоматологии проводится на высочайшем уровне. И это послужило на благо общества. Задумали, воплотили. Сегодня бренд «Дентал Плюс» известен далеко за пределами Кыргызстана. Пациенты идут гурьбой за красотой. Так у нас проходит процесс отбеливания новейшей системы «Бионт Полюс». На сегодняшний день это самая эффективная система для отбеливания зубов. Вот пациентка, испытывая дискомфорт от несовершенства зубов, все же мечтала о голливудской улыбке. Венеры явились тому спасением. Несколько сеансов работы профессионалов и широкая улыбка, где белизна зубов, их идеальность особенно бросаются в глаза. Я мечтала о голливудской улыбке, и моя мечта осуществилась. Благодаря «Дентал Плюс» клинике я поставила венеры и очень довольна результатом. Здесь применяют последние технологии. А вот еще одна клиентка, которая пришла отбелить зубы посредством аппарата последней модификации. Невероятный результат. По работе мы преследуем только одну цель. Это, в первую очередь, здоровье наших пациентов и их белоснежная улыбка. Клиника современной стоматологии «Дентал Плюс» – это самое передовое оборудование и лучшие специалисты города. Получая образование, я мечтал открыть свою клинику. Ровно год назад с коллегой мы открыли «Дентал Плюс». На данное время мы собрали лучших специалистов и опираемся на новейшие технологии. Адрес клиники – улица Горького, 51, напротив 29-й школы. Номера телефонов 055558886, 0222 277777. Красота вашей улыбки – это, прежде всего, работа стоматологии «Дентал Плюс». Какой бывает киста яичника и способы ее лечения? Киста яичников часто встречается в жизни женщины. И очень часто женщины обращаются с таким вопросом, что делать с кистой? Оперировать, не оперировать, лечить консервативно. И, к сожалению, даже встречается у молодых часто девочек. Поэтому мы решили немножко об этой проблеме рассказать. Что такое вообще киста яичников? Это образование заполнено жидкостью, возникающей в ткани яичников. Очень часто она протекает бессимптомно. И появляются жалобы, когда уже идут осложнения. То есть осложнения какие могут быть? Это может быть разрыв капсулы яичника, кисты яичника, либо кровотечение. Естественно, тогда появляются жалобы. Это резкая боль, повышение температуры, резкая боль в животе, потливость, озноб и так далее. Но это уже такая патология, осложнение кисты яичников, когда женщина обращается уже в стационар хирургический. Поэтому я хочу рассказать немножко, какие бывают кисты, какие симптомы и когда надо обращаться к женщинам. Значит, кисты, виды бывают разные. Есть функциональные кисты, это фолликулярная киста и киста желтого тела. Эти кисты, они протекают бессимптомно. Они могут спонтанно сами пройти в течение 60 дней. Связаны они с нарушением овуляции у женщины, то есть гормональными нарушениями. Очень часто эти женщины определяются находкой. То есть приходят с нарушением менструального цикла на прием к гинекологу. И при ультразвуковом исследовании выявляются эти кисты. Если кисты небольшие, до 3 см, если нет жалоб, мы наблюдаем за этим женщинам в течение 60 дней. Они, возможно, самостоятельно пройдут. Если они растут, если дают какие-то жалобы, естественно, мы уже применяем другую тактику. То есть, возможно, лапароскопические вмешательства. Одной из кистов, может быть, это дермоидные кисты. В этой кисте при оперативном лечении выявляются даже, там могут быть и кости, ногти находиться, и волосы. Эти кисты однозначно требуют оперативного вмешательства. Есть эндометриоидные кисты яичников. Это когда в тканях яичников содержатся ткани эндометрия, клетки эндометрия, которые не должны быть в норме в ткани яичников. Эндометриоидные кисты обязательно лечить оперативное удаление. К сожалению, они могут приводить к бесплодию. Очень часто они проявляются с жалобами, то есть это нарушение менструального цикла. Болезненные месячные, болезненный половой контакт, кровотечение может давать. Поэтому вот при таких жалобах женщина должна обязательно обращаться к врачу-гинекологу. Есть истинные кисты, циста, аденомы. За такими кистами вы должны тщательно наблюдать. Обязательно ультразвуковое исследование, обязательно контроль. Если они растут, то только оперативное вмешательство с гистологическим обследованием. Потому что какой-то процент этих кист приводит к озлокочислению. Еще раз хочу сказать по поводу кист, чтобы женщины не боялись этого диагноза. Вовремя приходили, вовремя обследовались и получали правильное лечение. Если получат правильное лечение, соответственно, при роде кисты, то это заболевание излечимо. Дорогие женщины, ухаживайте за своим лицом, за своим телом, за внутренними органами. Вовремя обращайтесь к врачу для своевременного выявления заболеваний, своевременного лечения. И тогда ваша жизнь будет наполнена полностью всеми прелестями жизни. Дорогие друзья, я вам снова расскажу о самом эффективном упражнении на ягодичную мышцу и какие ошибки нельзя делать ни в коем случае. При этом наша чемпионка покажет, как неправильно выполнять упражнение. При этом мы делаем наклон вперед, прорабатываем. Ни в коем случае не делайте так. Это упражнение выполняется правильно для верхней части ягодичной мышцы. При этом мы должны встать прямо и в короткой амплитуде начать отводить ногу назад. Как вы заметите, ягодичная мышца работает максимально в короткой амплитуде. И ничего другого изобретать не надо. Такое упражнение никогда не забывайте включать в свою программу, когда вы прокачиваете ягодицы. Если это упражнение всегда будет у вас применяться, я уверяю вас, вы обретете ягодичную мышцу. Красивые ягодицы это не только состояние души, но и красивые контуры в одежде. Дорогие друзья, сегодня я вам покажу еще одно эффективное упражнение на ягодичные мышцы. Я вам расскажу, что необходимо делать, а что не нужно делать. Не нужно делать. Наклоняться сильно вперед. При этом прогибать поясницу. Ваша мышца ягодицы не работает ни в коем случае. Что нужно делать? Просто всего лишь встать прямо и в короткой амплитуде отводить ногу назад. При этом наша ягодичная в короткой фазе, в короткой динамике максимально прорабатывает верхнюю зону ягодицы. Посмотрите, как она наглядно работает. Не нужно больших махов. Не нужно прогибаний. Не нужно, чтобы забивалась поясница. В короткой амплитуде работает верхняя часть ягодицы. Если каждый раз вы будете включать это упражнение в свою программу, ваши ягодицы будут как у Кардашьян. Сколько воды необходимо употреблять в день? Вода – это основной источник энергии на всем земном шаре. И она крайне важна для человека тоже. Есть такое распространенное мнение, что воду надо пить. Но практически все гадают, как ее пить правильно. Так вот, существуют две тенденции, две теории. Первая теория – это метод тестового глотка. Когда человек хочет пить, он просто держит возле себя бутылочку с водой с чистой комнатной температурой и совершает глоток. Один чувствует свой организм. Если еще хочется, то, пожалуйста, можно пить. Так вы точно определите, сколько организму вашему нужно. Но такой тестовый глоток нужно совершать раз в полчаса. Второй вариант, что рассчитывается миллилитраж. То есть вы должны 30 миллилитров на килограмм веса употреблять воды в течение суток. Это тоже теория имеет место быть. Но я считаю, что метод тестового глотка более функциональный, потому что сам человек научится чувствовать свой организм. Еще очень важно сказать, что кроме воды можно употреблять другие различные жидкости. Например, в период осени очень важно заваривать какие-то ягоды. Например, отвары шиповника очень полезны. Также очень полезны использование домашних каких-то приготовлений и заготовок, например, домашнего кваса. Он содержит правильные бактерии, которые запускают работу кишечника. Будьте здоровы, употребляйте правильные жидкости. Есть замечательная фраза «Брак никогда не бывает стабильным, если не считать стабильностью процесс непрекращающихся перемен». Сегодня мы пригласили к разговору семейного психотерапевта Тамару Борисовну Воронцову. Тамара Борисовна, как вы считаете, как укрепить семейные взаимоотношения? Укрепление семейных отношений – это очень большая проблема, и она не решается одномоментно. Укреплять семейные отношения нужно постоянно, в течение всей жизни. В основном должна этим заниматься женщина, как правило. Все зависит от причины конфликтов, от причины отношений между мужем и женой или парнем и девушкой. Очень часто мне девушки говорят, что я такая, и меняться не буду. Это мое достоинство, моя самооценка. Если ему не нравится, пусть уходит и ищет другую. Это очень неправильная позиция, потому что мы меняемся в течение всей жизни. И то, что у нас мы получили в детстве, какие-то взгляды, какие-то позиции, все равно они должны меняться всегда. И если мы не будем приспосабливаться, это вроде слово как-то и не очень приятное к слуху, но посмотрите, весь мир, вся природа приспосабливает, все животные, все люди. Но можно сказать, что принимать отношения надо, принимать обстоятельства и строить новые связи, новые отношения. Как найти выход из сложившегося конфликта в семье? Здесь помогут основы дипломатии и основы конфликтологии. Пусть эти слова не пугают, здесь просто нужно понять, что конфликт необходимо решить быстро. Если вы не знаете, как решить, можно отложить решение этого вопроса и сказать дорогому супругу, давай попьем чай, а потом мы с тобой решим эту проблему. То есть надо обоим успокоиться в первую очередь. И возвращаясь к этому вопросу конфликтному, нужно говорить только о проблеме. Не говорить, что было в прошлом году. А ты вот так решил, а ты вот сказал, а вот твоя мама так сказала. Все это нагнетает конфликт, усугубляет его. И поэтому, когда вы о чем-то говорите, нужно говорить только об этом, только об этой проблеме. С какими проблемами к вам обращаются? Это проблемы взаимоотношений с супругом. И не менее частые, может быть, даже каждое второе, третье обращение – это вопросы взаимоотношений со свекровью и с родственниками мужа. Ну, также есть по вопросам воспитания детей. Вы часто говорите об отношениях, а что можно сказать о депрессиях и психосоматике? То, что вы перечислили, это очень две большие группы очень серьезных итогов уже взаимоотношений. Это результат токсичных отношений и отношений, которые велись неправильно в результате, возможно, психотравмы какой-то. Потому что психотравмы у нас были и будут всю жизнь. Например, это потеря близкого, потеря работы, денег и так далее. Как это все принимать, как это строить, как строить отношения вообще с миром, с людьми – это зависит от того, что вы получили в детстве. Генетика, конечно, очень важна, но очень важно то, что вы получаете при рождении отношения с вашими родителями, которые формируют всю дальнейшую вашу жизнь. Мы себя не помним, ну, до пяти, до семи лет помним только отдельные какие-то моменты. Но вот этот процесс формирования – это закладка всего вашего характера, ваших ценностей, вашего отношения к природе, к Богу, к людям другим. Вот эта закладка, она идет очень мощно, очень зацементированно. И когда люди понимают это, что, возможно, было что-то неправильно, тогда ему легче приспособиться к новым условиям и вообще к жизни. Сколько длится сеанс психотерапии? Примерно 50-60 минут. Но первый прием, он длится часто дольше, потому что человек должен рассказать все, начиная с детских лет. Это может быть и полтора часа, и два. Он только рассказывает. Это обязательно нужно для психоанализа, потому что решить какую-то проблему возникшую, это не изменит человека и его жизнь, и его проблемы, потому что проблема будет повторяться и повторяться и повторяться, если он не поймет, от чего это произошло. Я, в свою очередь, желаю вам прежде всего здоровья, о котором мы, к сожалению, вспоминаем в последние минуты. Ну, а я, в свою очередь, призываю вас беречь семьи. Это была беседа с семейным психотерапевтом Тамарой Борисовной Воронцовой. Мира и гармонии каждой семье. Мы то, что мы едим. Конечно, не все так банально и прямолинейно, но все же от того, что мы употребляем в пищу и в чем-то себе отказываем или, наоборот, с лихвой, зависит состояние нашего здоровья. Будьте здоровы и образованы вместе с тележурналом «Здоровая семья».